Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа Эль Шедай. Сегодня я хочу поговорить на тему, которую я назвал «Воздам жертвы хвалы». Что такое хвала? И почему хвала имеет большую силу? Когда вместе собираются люди, или один, два, три человека собираются, или команда начинает поклоняться кому-то, это нарабатывает большую силу. И это идет передача силы. Допустим, если я поклоняюсь какому-то человеку, поклоняюсь какой-то период времени, я начинаю, этот человек начинает иметь силу надо мной. И он вытаскивает с меня силу. Или я с ним. Когда ты поклоняешься Богу, ты забираешь Бога по его желанию, его помазанию, его силу. Но ты поклоняться ему должен не потому, что ты хочешь его силу, а потому, что он есть любовь, и потому, что ты его любишь, потому, что он твой отец. Первое. Поклонись хозяину жизни. Если ты близко знаешь Бога, и имеешь близкие взаимоотношения с Богом, тогда поверь, это уже половина удачи. Но только половина. Вторая часть удачи, это когда ты целеустремленный, и хочешь добиться успеха. Сам Бог без тебя ничего делать не будет. Если ты будешь надеяться только на Бога, а сам будешь сидеть ждать, то уже ничего не будет. Бог поможет тебе, но Он не будет делать за тебя. Но если ты начинаешь двигаться, у тебя ничего не получается, тебе нужен Бог. Но Бог тебе нужен не только потому, что у тебя ничего не получается, Он тебе нужен, потому что ты есть Его часть, а Он есть часть тебя. Второе. Поклонение как стиль жизни. Что такое стиль жизни? Вот каждый имеет свой стиль. Красиво одевается, красиво говорит. Бог – это тоже стиль жизни. Каждый должен выработать отношения с Богом как стиль жизни. Если это будет для тебя как стиль жизни, как что-то серьезное, как что-то важное, что-то необходимое, тогда ты просто будешь иметь не просто близкие взаимоотношения с Богом, Ты будешь иметь самые близкие соотношения с Богом. Это уже стопроцентная удача. Третье. Плюсы и минусы поклонения. И хочу вам показать, что такое поклонение с плохой точки зрения. Люди же поклоняются не только Богу. Люди поклоняются и идолам. В далекие времена люди делали большие идолы. Золото, серебра, дерево. А сегодня люди делают идолов какие-то проблемы, какие-то обстоятельства. Люди делают идолов, какие-то важные вещи. Это как люди, это как какие-то вещи, это какие-то слова. Если ты кому-то поклоняешься, допустим, есть такой день особый для людей в году. Вываются гробки или поминальные дни. Именно люди в эти дни раз в год идут на кладбище. И в это время люди как бы вспоминают своих умерших. Но на самом деле люди поклоняются в этом. Поклоняются не своим умершим, не себе. Они поклоняются бесам. Потому что кладбище – это место беса. И когда ты приносишь дар бесам, ты можешь принести слово или что-то другое. Люди на кладбище приносят дар. Конфеты, водку и что-то другое. Запомните, сама Библия говорит, можете почитать, что кладбище – это место беса. И когда вы идёте на кладбище, в этот особый один день поклоняйтесь этим бесам. Или, допустим, у вас есть любимый грех и любимая привычка. Вы понимаете, что она вам вредит. Вы курите, пьёте. И думаете, ну ладно, что такое, пью, курю. Но этим ты поклоняешься духу сигарет, духу алкоголя. И это убивает тебя. И это поражает тебя. Четвёртое, пятое. В поклонении ты отдыхаешь. Поклонение – это не просто стиль жизни. Или это не просто ты поклоняешься, потому что ты хочешь что-то. Поклонение – это отдых. Почему? Потому что человек создан для того, чтобы кому-то поклоняться. И не просто кому-то, а Богу. Это как потребность. Это как попить воды. Это как покушать. Это как подумать. Поклонение – это не просто как ты унижаешься. Поклонение – это наоборот. Ты сам себя возвышаешь. Именно в поклонении ты возвышаешься. Но не себя, а Бога. А если ты возвышаешь Бога, значит ты возвышаешь себя. Потому что ты есть частичка Бога. Шестое. Поклонение – это как передача и приём энергии. Если я поклоняюсь Богу, я отдаю Ему частичку себя. А значит, Он отдает частичку себя тебе. Я отдаю Богу себя, а Он отдает мне себя. И вы меняетесь энергией, вы меняете силы. Если вы греховны, Бог забирает ваш грех. Говорит, все, я его стираю. Он берет его и просто уничтожает. Вот. Если у вас все хорошо, вы просто передаетесь хорошую энергию. И в любом случае, поклонение, это не просто я тебя люблю, я тебя поклоняюсь. Это выражение слов, выражение музыки. И поклонение дает силы. И последнее, седьмое. Поклоняйся всегда. Если ты поклоняешься Богу, ты будешь успешен. Если ты поклоняешься чему-то другому, ты будешь иметь то, что дает тебе тот другой, кому ты поклоняешься. А кому тут можно только поклоняться, Богу или сатане. Поэтому выбирай. Поклонение – это стиль жизни. Причем.